МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. У нас энерго Мариел. У вас долгиза электроэнергии. Вы знаете, да, потом? Отключаем вас сегодня. Возим режим ограничения. Так, 5084 рубля, 18 копеек. Очередной сюжет о должниках в эфире телеканала «Регион-12» владелец этой квартиры вряд ли посмотрит. А вот соседи наверняка узнают того, кто в их подъезде не платит за свет. Потребитель копил долги за электроэнергию несколько месяцев. В итоге по своей же вине остался без работающего телевизора, микроволновки, холодильника. За три дня до отключения сотрудники ТНС «Энергомариел» о долге напоминали вновь. Увы, но до центра по расчетам с населением с оплаченной квитанцией должник так и не дошел. Режим ограничения потребления электрической энергии вводим совместно с управляющими компаниями. По данному адресу управляющие компании являются уже заводская. До того, как ввести режим ограничения электроэнергии, мы соответствующим образом уведомляем должника, то есть направляем ему извещение, уведомление. И в случае, если оплата не производится, то вводим режим ограничения потребления электрической энергии. О том, каким неприятностям могут привести долги за электроэнергию, потребителей предупреждают регулярно. С начала года в республике около 80 человек не смогли выехать за границу из-за неоплаченных квитанций. Как минимум у полсотни потребителей арестовано имущество в счет погашения долгов за электроэнергию. Скупой платит дважды. Просрочка платежа – это лишние траты в виде начисленных пений, госпошлины или расходов на повторное подключение. На сегодня сумма долга за потребленную электрическую энергию на территории республики превышает 1 миллиард рублей. Не только в Ешкарале, но и по всем районам республики проходят рейдовые мероприятия по введению ограничения должников. Мы рекомендуем должникам погасить долг, в противном случае именно к ним мы можем прийти завтра. Для удобства потребителей существует пять способов оплаты счетов за электроэнергию в кассах, центрах по расчетам с населением, в терминалах, мобильных офисах ТНС «Энергомриэл». Оплатить можно и в отделениях банков, почты России и даже через интернет одним кликом мыши на официальном сайте энергетиков. В преддверии наступления календарной зимы, когда световой день становится еще короче, избежать прихода нежданных гостей с чемоданчиком инструментов просто необходимо, погасив долг как можно раньше. Редактор субтитров А.Семкин